Теперь к другим темам. Омские туристы застряли в Сочи из-за сильнейшего ливня и вызванного им наводнения. Сообщение с городом-курортом оказалось серьезно затруднено. Железнодорожный вокзал Адлера подтопило, в итоге приостановили движение поездов. Поезд номер 140 Адлер-Новосибирск, следующий через Омск, в итоге задержался почти на три часа. Стихия нарушила работу международного аэропорта Сочи. Рейс в Омск, в частности, задержали на два с половиной часа. Дома ушли под воду, пляжи опустили. Амичи, отправившиеся на отдых в Сочи, даже не подозревали, что станут заложниками природной катастрофы. За один день в городе выпала двухмесячная норма осадков. Глядя на эти кадры, невозможно поверить, что речь идет о международном курорте. Вот какую картину в Олимпийском парке в Сочи, комментируют омские туристы. Люди приехали отдыхать, и их машины позастряли. По последним данным, один человек погиб. Местные жители сообщают о перебоях с водоснабжением. С трудом работает насосная станция. И говорят, что при возведении спортивных объектов строители нарушили естественный водосток. Сейчас тропический ливень прекратился, идут восстановительные работы. Продолжение следует... Продолжение следует...